Здравствуйте, друзья! Мы с Сашей хотим сегодня подвести итоги 2020 года, итоги наших съемок, 4 фильма, которые вы могли видеть, и рассказать о наших планах на 2021 год. И первые отклики, когда мы получили, сразу появился план, ну вот у меня как бы появился план в следующем году снять 10 фильмов. Это такой план-минимум. Ну вот в итоге, как бы сейчас, в начале 2021 года, в марте, честно говоря, хочется, вот мне очень хочется сделать больше даже, чем 10 фильмов. И есть некий такой план-максимум, снять где-то 15-20 фильмов, и в том числе сделать выезд в другое поселение. То есть, изначально мы думали, что как бы следующий сезон мы снимем просто тоже в нашем как бы содружестве поселений. У нас здесь довольно много поместий, есть что еще снимать. Но вот сейчас хочется как бы попробовать выехать в другое поселение, потому что это будет немножко другой формат. Но для того, чтобы реализовать план-максимум, нам потребуется ваша помощь. Вот, и мы сегодня с Сашей вот хотим объявить такой народный сбор средств, или по-буржуйский краудфандинг. И подробно сегодня вам расскажем как бы, да. Ну, во-первых, я хотел вкратце рассказать, как вообще появилась такая идея. Несколько лет назад, на самом деле, она пришла мне в голову, когда я обдумывал те ошибки, которые вот я совершил при создании своего родового поместья. И понимая там, сколько усилий было в холостую потрачено. И что бы я сейчас мог бы сделать по-другому. Сэкономить и время, и силы. И понимая также, что вот этот опыт, там, ну, буквально, то есть, может быть, несколько мыслей, да. Но мне показалось, что они были бы очень полезны новичкам, тем, кто задумывается о создании родовых поместьй. Ну, и, в принципе, может быть, и более опытным. Какие-то идеи тоже были бы полезны. И я обдумывал это несколько лет, пока вот, ну, в прошлом году вот не случилась пандемия. Мы как-то вот встретились с Сашей. Я ему рассказал об этой моей мысли. И сказал, что, ну, вот, как только я поправлю свое финансовое положение, то есть, мы, может быть, с тобой займемся этим проектом. А в итоге, придя домой, я понял, что, собственно говоря, от чего нам нужно ждать, да. То есть, есть Саша, у которого есть, там, какое-то оборудование. Тем более, он мне сказал, что у него, там, как раз квадрокоптер появился. Буквально, вот, буквально перед этим. Вот, и он уже имеет опыт съемок, и ему это интересно. Вот, и есть я, который уже несколько лет думал об этой идее. И я ему позвонил, говорю, Саша, давай попробуем. То есть, идея была такая, чтобы просто попробовать снять, не знаю, там, одно, два, может быть, фильма. И, в общем, мы решили попробовать. Это был такой своеобразный эксперимент. Мы не знали, на самом деле, с самого начала, как это лучше делать. Поэтому и спрашивали у вас постоянно, оставлять ваши отзывы, рассказывать, что вам нравится, что, может быть, мы забыли. И очень рады мы большому отклику. Очень большая благодарность всем вам, друзья, за ваши отзывы. Мы получили больше 600 комментариев на Ютубе. Плюс десятки, а может быть, даже и сотни комментариев в соцсетях. Там это сложнее отслеживать. У первого видео уже больше 11 тысяч просмотров. К 12 тысячам, вот, на данный момент приближается. Ежедневно более 100 часов просмотра на канале. То есть, тоже такая довольно приятная цифра. Вот, например, Елена Вернигор нам пишет. Ваше видео идет целый час. Весь этот час я его смотрела, не отрываясь. Татьяна Ярыгина оставила нам отзыв, по-моему, к каждому видео. Спасибо большое, Татьяна. Прекрасное видео, очень понравилось. Действительно, такой практический опыт, которого так не хватает. Наталья Диденко написала нам приятные слова. В том числе сказала, что это самые лучшие видео на Ютубе про родовые поместья. Спасибо большое, Наталья. Да, это приятно, действительно. Марьяна Райковская. Давненько вызывала интерес, а где бы найти качественную подборку видео об опыте поселенцев первой волны? Вот они, пожалуйста. Несколько отзывов у нас было, что это лучшие видео про родовые поместья. Это, конечно, очень круто. Несколько человек написало в том ключе, что действительно невозможно оторваться. Люди досматривают, хотя вроде даже сначала не собираются. Учитывая то, что наши видео полтора-два часа в среднем. Только вот мое первое с моего родового поместья, оно час. А остальные больше полутора часов. То есть, они длинные довольно. Ну вот. Несколько отзывов было о том, что люди сидят с блокнотом, с ручкой и записывают, конспектируют видео. Это очень круто. Это тоже означает, что мы как бы попали в нужную, так сказать, струю. Ну и кого-то мы довели до слез. Мы не хотели, но надеемся, что это были слезы радости. Саш, а можешь поделиться, вспомнить тот момент, когда я тебе рассказал об этой идее? То есть, как ты ее изначально воспринял? Готов ли ты был к тому, что получилось у нас в итоге? И как вот ты сейчас видишь перспективы какие-то? Ой, ты знаешь, давай, наверное, с конца начнем. Да-да-да. Подумав, что это, наверное, правильно. То есть, вот сейчас определенная просто вот видна перспектива. То есть, вот то, что ты сказал про отзывы, да, кратко. Их действительно такое количество, то, что очень много подбадривают люди. Давайте, давайте, продолжайте, не останавливайтесь. Вот это вот я не чувствовал вначале. Вот. Ну, с самого первого видео, как бы, стало понятно, что все-таки это что-то... Потому что для меня, например, твой опыт, да, то есть, как бы, он такой был неявный. А потом вдруг ты, как бы, рассказал, там, показал свой погреб, свои выводы. И я вообще даже вот после тебя стал по-другому смотреть на свой участок. Это для меня отдельный комплимент. Спасибо. Да, да, то есть, вот, вроде бы, вроде бы, как бы, со стороны, особенно тех людей, которые создают поместья, возможно, это не такой вот прям какой-то прорыв, да. Но я подозреваю, что для людей, которые интересуются и хотят, это просто что-то там... Вот как сказала какая-то женщина из комментариев, что, да, искала подборку вот этих вот ошибок и решений, да, поселенцев первой волны. Вот это вот и есть то, что вот мы можем дать и развить вот в будущем. Что вот мы бы хотели улучшить в 2021 году? Во-первых, вот в этом множестве отзывов нам люди написали действительно, что им еще было бы интересно, какие темы мы не затронули. Например, много было отзывов о том, что людям интересно про инженерные коммуникации. То есть, это отопление, канализация, там, что с отходами там делают. Ну, там еще писали про электричество, водопровод, мне кажется, вроде это просто, но, может быть, действительно, какие-то могут быть решения с этим связаны, необычные. Ну, вот, спрашивали про содержание животных, целый ряд был вопросов. Спрашивали про воспитание, образование детей и семью. То есть, как вот влияет все-таки жизнь в родовом поместье, да, на все эти вопросы, как решаются эти вопросы в родовом поместье. Ну, и очень актуальный вопрос, там, про доход в поместье, да, ну, это как бы понятно. В принципе, мы действительно в прошлом сезоне, ну, по сути, это не затронули. Мы, конечно, пока еще продолжаем, так сказать, развиваться в формате, там, некоего эксперимента. То есть, будем думать над тем, что если мы добавим, там, целую кучу тем, да, в видео, как нам не превратиться в видео, там, 3 или 4 часа, как бы, да. То есть, нам, конечно, надо будет думать над этим более плотно, все-таки есть такой риск. Я думаю, мы постараемся, как бы, более динамично, вот, мы все-таки стремимся к тому, чтобы наши видео не были растянутыми, вот, чтобы их было интересно смотреть, они были информативными. Саша, ну, вот, по поводу технических улучшений, вот, какие мы поняли, что нам нужно бы сделать, можешь рассказать вкратце? Ну, у нас действительно больше было похоже на эксперимент, и, честно говоря, я так и подошел, ну, не очень серьезно, вот, и мы снимали на телефон, хотя была возможность, в принципе, применить, там, две камеры, там, да. Правда, была одна единственная петличка хорошая, вот, и, как бы, приняли, ну, такое решение, что попроще пока, на телефон, ну, на хороший телефон. Ну, можно я, чтобы вы понимали, друзья, дело в том, что мы, вот, 4 фильма, которые мы их сняли, мы их сняли до того, как мы смонтировали, опубликовали первый фильм, и мы узнали о тех откликах, которые появились. То есть, мы не знали, что это будет такой успех, да, вот, если бы знали, мы бы, наверное, посерьезнее подошли, а так мы, ну, просто попробовали, ну, так, как вот смогли попробовать. Доля везения была, конечно, громадная, потому что от ветра очень зависели, да, и вот в будущем, конечно, в будущем сезоне хотелось бы этого избежать. У нас вот отсутствует возможность записывать на петличку, да, и причем в триологе желательно, когда, например, хозяин, хозяйка, и вот Толя как ведущий, вот. Ну, вот у нас вот такая вот возможность техническая отсутствует. И в ходе, ну, уже после опубликования видео подсказали наши хорошие друзья, в частности, вот, Саша Цепиева подсоветовал, что, как бы, нужно использовать несколько камер и уметь, как бы, при смене планов, да, делать картинку более интересной. И, когда вынуждены обрезать какой-то фрагмент, при смене планов можно, как бы, это сделать интересно, динамично и, как бы, сокращать применение двух или более камер. Вот. Ну, и самый, как бы, основной момент, это для кого-то, может быть, будет это вообще новость, что вот эти все фильмы я вынужден был смонтировать на телефоне. Можно я расскажу об этом, да? Это, да, это, я был в шоке, когда узнал, что Саша все фильмы смонтировал на телефоне. Ну, он, как он и рассказывал, что первый-то фильм он пробовал на ноутбуке, ноутбук у него, у него достаточно старый, он намучился там, в итоге, как бы, пришел к тому, что проще на телефоне, потому что телефоны, как бы, сейчас очень производительные. Ну, вот, давай, раскрою. Да, давай, да, да. Ну, вот, ноутбук у меня, в общем, рассчитан, ну, как бы, на определенный поток данных, да, и программы. Она должна ее без тормозов, без задержки отображать тебе, чтобы ты мог видеть там в процессе, где тебя обрезать, где у тебя брак, где у тебя хороший кадр, да. И, плюс ко всему, вот эти вот коптерные съемки, они вот в большом разрешении, ну, ноутбук просто не мог это тянуть. То есть, нового образца телефона, 20-го года, он это все, как я удивился, он прекрасно это все тянет, и неважно, там, сколько, два, три часа, то есть, он это тянет. И можно смотреть, вот, мониторить, что у тебя конкретно вот сейчас получается, не дожидаясь, когда ты файл, как бы, прогрузишь, да, и потом уже на постобработке увидишь эти все браки, вот, и тебе приходится это снова и снова делать, вот, на чем у нас была связана затяжка во времени основная. В общем, пришлось это все бросить и перейти вот на формат телефонный, очень неудобный, вот, и что вот хотелось бы, это, наверное, наше основное. Но это я вообще не знаю, как ты вот на телефоне вот это вот все разглядывал, то есть, вы же видели, если видео, вы знаете, что там подсказки какие-то там, они же на телефоне-то вообще там, вот, и в них пальцем не попадешь. Ну, может быть, какие-то подсказки, особенно там, в первом видео были вообще гигантские на компьютере, особенно, вот, но, как бы, я их меньше, мне казалось, ну, куда уж меньше, то есть, главное для телефона, телефонного формата сделано видео, чтобы было удобно смотреть на телефоне, вот, и у нас, вот, основное, да, вот, это вот желание, как бы, объявить этот крамфайдинг, да, то, что нам нужно, вот, нормальный компьютер, чтобы можно было без проблем, без трудностей обрабатывать, вот, в новом формате следующий сезон, то есть, у нас будет несколько камер, у нас будет звук отдельно на рекордер записан или жпад, на видео через, там, радиопетлички, будет тот же коптер, но когда, вот, если еще вот нагромоздить то, что мы хотим, то есть, ну, телефон, наверное, сможет, да, но вот этих вот качественных изменений в телефоне невозможно добиться, например, использование таких программ по сведению видео, по звуку не получится сделать, а нам хочется сделать больше выпусков и чтобы они выходили, то есть, почаще, вот, то есть, например, при усложнении операции, при производстве такого фильма, то есть, вот, будет, может быть, тот же месяц получаться или больше, вот, и, как бы, на формате телефончика, конечно, вот, говорить о качестве, о котором бы хотелось бы говорить в будущих фильмах, да, то есть, видите, на какой-то, вот, новый виток с применением вот этих вот сменов планов, качественного звуков, качественного звука, вот, и без вот краудфайдинга, вот, это просто нереально, без хорошей аппаратуры, кратко сказать, что это все, там, вот, минимально, там, компьютер 50 тысяч, и плюс еще, там, вот, какое-то необходимое оборудование, у нас выходит, там, ну, в 100 тысяч рублей примерно, вот, наша задумка такая, чтобы вот сделать лучше, чем у нас получилось в первом сезоне, потому что мы по отзыву уже поняли, что мы, как бы, не имеем права, да, на том же уровне, второй сезон, надо развиваться, конечно, то есть, ситуация какая, друзья, мы план минимум сделаем все равно, есть у нас компьютер, нет у нас компьютера, там, 10 фильмов мы выпустим, да, это будет тяжело, там, на телефоне монтировать и все такое, там, где-то, может быть, я, там, подключусь, там, буду Саше помогать, если смогу, немножко я пробовал тоже монтажом заниматься, вот, мы план минимум в любом случае беремся, но план максимум мы не потянем, просто, если мы снимем 15-20 фильмов, то на телефоне монтаж, ну, каждого фильма он занимает, там, ну, там, условно месяц где-то, там, ну, ну, просто надо понимать, что Саша занимается в свободное время, у него семья, у него работа, он тратит огромное количество времени, там, по ночам, там, сидит, в общем, ну, короче, выкраивает это все, это все не так просто, и получается, ну, так, где-то месяц, понятно, что можно, там, не знаю, там, умереть и сделать, там, не знаю, за две недели, но там несколько фильмов, и, в общем, все, и тебя не станет, ну, как бы, это не вариант, естественно, компьютер, он позволит, вот, как Саша объяснил, там, может быть, не всем будут понятны, там, технические детали, да, этот процесс, там... Это вот современные условия, да, которые позволяют, вот, быстро, вот, черновую обработку производить, и там уже идет, вот, уже в спокойном режиме, да, вот, остальная работа. Ну, да, 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 ну, у нас, как бы, запросы в этом смысле такие минимальные, там, и компьютер, опять же, там, Саша, говорит, не новый, как бы, а бушный, там, он готов взять, там, это, вот, ну, прям, самая минимальная сумма, Но, так-то, по большому счету, компьютер сам, как бы, 100 тысяч стоит, если так вот его взять новым, там, ну, или ближе к этому, как бы, там, 1080, там, минимум, скорее всего, вот, но мы бы хотели также взять еще радиопетлички, вот, потом мы еще обсуждали с ним, что мы бы хотели купить жесткие диски, потому что, если мы будем активно заниматься съемками, особенно, там, с двух камер, Это все сразу, как бы, увеличивает объемы исходных материалов и потом готовых материалов, это надо где-то хранить, у нас, как бы, особо этого нет, и мы бы хотели, ну, как бы, более профессионально к этому процессу У нас сюжет, получается, 150 гигабайт, просто, на несколько камер, ну, да, да, хорошим разрешением И плюс к этому, план максимум, как я сказал, включает поездку в другое поселение, вот, соответственно, там будут какие-то дорожные расходы Соответственно, вот, мы, как бы, и хотели бы включить В зависимости от того, какой будет ваш отклик, друзья, то есть мы будем смотреть, куда направить эти средства То есть мы можем точно пообещать, что мы в открытую, как бы, все напишем, что мы купили То есть минимально, там, если, там, какие-то средства будут собраны, может быть, мы, там, если не хватит их на компьютер, да, там, мы потратим их, например, на петлички И, может быть, все-таки подумаем, если нам, опять же, хватит, там, поехать, там, в другое поселение А потом будем смотреть, уж, как у нас будет получаться с монтажом Вот, хочу сказать, что звук очень важен, да, и звук никакой попал То есть есть петлички, там, на проволочке, да, так скажем, а вот тут надо То есть когда человек, вот, хозяин увлечен, он там, вот, там вот хочет показать, там это То есть вот радиопетличка, и там, вот, ценник от 7000, вот, как бы, передач Вот, и приемник, если приемник отдельно, там, 12-15 И плюс рекордеры, они, там, 5000 стоят То есть человеку рекордер повесить, вот, иногда тоже такое надо То есть, ну, вот, чтобы вы понимали, какие цены, то есть, и с чем нам приходится сталкиваться на будущий сезон Ну, и плюс еще, вот, отдельная просьба от меня Дело в том, что я решил, ну, попробовать, вот, как бы, по итогам сезона 2020 Опять же, в качестве эксперимента перевести видео на английский язык Ну, вот, я немного владею английским языком Вот, в итоге, ну, как бы, я обращался еще за помощью Ну, вот, мне помогли с переводом То есть, сейчас, вот, мы заканчиваем перевод третьего фильма Два фильма, я еще даже озвучил, вот, их на английском Вот, опубликовал в ютубе И плюс к этому, когда мы перевели на английский На нас вышли друзья из Китая То есть, им тоже очень понравились эти фильмы И они взялись их еще переводить на китайский То есть, ну, они не могут с русского переводить Им нужно, чтобы на английском был текст Вот, соответственно, ну, пользуясь случаем Я бы хотел, вот, обратиться тоже Если кто-то может в этом помочь То есть, мы уже попробовали, вот, на третьем фильме Когда несколько человек объединяются Разбивают текст видео на несколько частей Там каждый берет свою часть и переводит То есть, я хочу, вот, ну, как бы на будущее Развивать эту работу Пока еще тоже даже не представляю Если у нас случится план максимум И это будет 15-20 фильмов Как мы это будем делать, я не знаю В общем, пишите, пожалуйста, вот мне во Вконтакте Если вам это интересно И вы готовы были бы в этом помочь Плюс, кроме английского Если у вас есть такое желание Можно помочь в переводе на другие языки Если доведется Я бы, честно говоря, занялся этим Совершенно в других масштабах Надо будет, конечно, смотреть Какая будет для этого возможность И финансовая в том числе Вот, ну, мы будем смотреть, думать В любом случае, понятно, что нам делать в этом году Вот, и если вы сможете нам помочь То вот, ну, мы постараемся вот Сделать план максимум, который мы озвучили Вот, ну, мы будем писать об этом, да Мы к видео, как бы, снизу видео Прикрепим тогда данные, да Куда можно скидывать деньги Это вот будет карта Саши Потому что там основные деньги Это на технические средства А это и вопрос к нему Вот Ну, и отчет Да, и отчет, ну, будем писать там В соцсетях, на ютюбе Может быть, мы там, например Можем еще одно видео заснять, да Например, выложить, да Чтобы это не потерялось там в комментариях Но мы решим там, как лучше это сделать Где-то и в текстовом виде Я думаю, что, возможно, в комментариях к этому видео Мы тоже будем отчитываться Вот, просто писать там, что у нас там, да Вот, что мы там собрали И что мы на это купили То есть, у нас сейчас вот Есть как бы одно видео Посвященное одному поместью Но только четвертый выпуск мы разбили на две части Потому что у нас получилось там 2.20, по-моему, да Там, вот Ну, и сложно было Как бы там много было интересного Мы в итоге разбили на две части Так, в общем, некое каноническое видео наше Это полтора часа Вот мы как бы думаем к этому стремиться То есть, мы уже не очень понимаем Да, вот мы не очень понимаем, как может получиться меньше Но так как мы, опять же, в процессе некого эксперимента и пробования Как лучше Я вот, честно говоря, лично думаю Хотя мы с тобой немножко это обсуждали Что мы, вот это каноническое видео Все-таки, как мы попробовали с четвертым выпуском 2020 года Я бы эту практику бы применял Может быть, там, делить на две части А может быть, даже если получается длинное Даже и на три части И, по-своему, это было бы неплохо Ну, подумаем над этим Но плюс к этому Появляются еще дополнительные мысли Вот как сказал Саша Там, например, пришли мы к кому-то И у человека очень хороший опыт Например, связанный с прудами И как бы в это наше каноническое видео Так как мы все там пытаемся урезать И так вот скомпоновать это То там мы что-то урезаем Может быть, какую-то полезную информацию А кому-то это может быть интересно И мы могли бы отдельно про пруды Там, в поместье вот таких-то, например Да, снять там У кого-то про стройку Там, про сад Да, там И то есть, ну, в каждом поместье Может быть, несколько тем И, в общем, получается Мы могли бы, кроме канонического видео Выпускать несколько тематических видео По отдельным темам в данном поместье Плюс к этому Отдельная, как бы, идея Ну, может быть, тоже попробуем Некую режиссерскую версию выпускать То есть, кому-то неинтересно смотреть длинные видео Все-таки, там, может быть, скучновато Времени может не хватать, да А кому-то наоборот То есть, они настолько готовы впитывать Что они готовы смотреть со всеми подробностями Чтобы больше нюансов понять Потому что какие-то нюансы Опытным помещикам уже очевидны Им как бы это разжевывать Ну, им скучно это смотреть А кому-то вот хочется понять все там, что можно И можно было бы вот не полтора часа делать А, например, там, не знаю Два с половиной, три часа, да Ну, некая режиссерская расширенная версия Короче, вот у нас несколько таких форматов Сейчас на будущее Но тут тоже, получается Если мы будем снимать в 10-15 поместьях И еще по несколько форматов Ну, это как бы титаническая работа И действительно, мы вряд ли это потянем Без технических средств, да, подходящих С помощью, участие, да, зрителей очень рассчитываем И в будущем на команду, да? Да, да, да Идея хорошая Мы вдохновились Людям понравилось Ну, что же Надо делать, раз дело хорошее Давай попросим еще что-то Комментарий Вот, если что-то появилось Какие мысли, идеи По этому поводу Ну, да, ну, как обычно Мы традиционно Просим у вас комментарии Ну, вот Они для нас очень ценны Вот, мы их читаем Как вы видите, отвечаем Там, стараются отвечать По крайней мере Благодаря вашей поддержке Вообще, как бы, перенадутся Я даже думаю, что вот Я лично переориентировался Потому что Зачем мне, как бы Ну, как бы Какие-то вещи там делать Когда вот есть Реально ценный проект, да И надо вот думать Как себя применить В нем максимально Ну, некая, да Эффективность личная, да Получается, да Да, да Так что, если у вас Есть какие-то вообще идеи Как вот наши вот мысли Да, уложить более правильно Может быть, какие-то площадки Использовать Может, какие-то программы Мы открыты, да Ну, в общем, да Может быть, какие-то откровения От нас Было бы круто вообще Пишите, да Мы, в общем, да Открыты Ну, а так Ну, что Увидимся В 2021 году Надеюсь, у нас получится Да, что-то такое Необычное сделать В следующем году Ну, мы будем стараться Мы будем стараться Спасибо вам большое, друзья Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok